ПРОЕКТ ПРИМАДОННА Ольга Сидорова играет девушку по имени Миледи, этакую утонченную жертву обстоятельств. Сама же Ольга ничуть не напоминает характером свой персонаж. Жизненные трудности только разжигают азарт актрисы и подстегивают ее неукротимое стремление к успеху. У меня с собой чудеснейшие фотографии из санатория. Я думаю, тебе будет интересно их посмотреть. Я думаю, что мне не захочется, спасибо. А я уверен в обратном. Но очки. Вот если я сейчас уйду с этими фотографиями, то ты пожалеешь, но будет поздно. Я не понимаю, на что вы намекаете, Антон? Артисткой Ольга почувствовала себя еще в детстве. С удовольствием ходила в балетную студию, училась в музыкальной школе. Сразу после школы, уже подав документы на журфак МГУ, Сидорова вдруг решила сдавать экзамены в Щукинское училище. Ей нравилось быть в центре внимания, играть и танцевать на сцене. Значит, выбор был сделан правильно. Ольга поступила с первого раза. Однако, не все оказалось так прекрасно. Учеба не оправдала моих надежд. Я представляла себе кино чем-то таким красивым-красивым. Но когда я попала совершенно не в сказку, в тусклый свет Щукинского училища, тогда еще оно не было отреставрированных. Ну, тогда была такая ситуация. Сейчас все там поменяли, слава богу, и все уже хорошо. Я думаю, господи, куда же я попала? Вообще, неужели вот стоило сюда стремиться? Трудности в учебе начались с первых лекций. Один из педагогов почему-то не взлюбил Ольгу и предлагал студентке первого курса играть исключительно сложные этюды, с которыми с трудом справится и пятикурсник. Ей всячески давали понять, что актриса из нее не выйдет. Давление было слишком сильным. Ольга забрала документы из училища, но не желая расстраивать родителей, еще два месяца делала вид, что все у нее хорошо. Утром нарезала бутерброды, собирала сумку и ехала будто бы в институт. А на самом деле каталась в электричке и размышляла, как ей жить дальше. Ну, не знаю, может быть, мне в дом моделей податься. Закройщицей? Ну, почему? Манекенщицей. Ну, или дектором на телевидении. Даже так? Но Ольга не собиралась сдаваться. Она твердо решила стать актрисой. Поэтому продолжила учебу на заочном отделении Российского института театрального искусства в прошлом ГИДИСа. Тогда в ее жизни и возник модельный бизнес. Сильным характером девушка обязана именно ему. У будущей актрисы появилось много предложений. Многочисленные проекты потянулись один за другим. Съемки для журналов, в рекламе, клипах, крупные контракты за границей. Я не мечтала об этом, потому что я считала, что параметры мои, рост, вес и как бы все остальное, комплекция, она совершенно не модельного типа. Потом так как-то случайно, так-сяк, там через подружку попробовала. Конечно, мне хотелось, когда я там смотрела, как ходят девочки, мне хотелось. Думаю, это недостижимо что-то такое. Но потом, когда пришла в агентство, я поняла, что помимо подиума существует еще куча работы, которые может делать модель. То есть это и фотосъемки, и видео, всякие рекламные ролики. Как это ни странно, я даже на подиуме ходила. Предложений по работе в качестве модели было много, но Ольга мечтала сниматься в кино. Фильмы «Любовь зла», «Хороший и плохие», «Нежный возраст» стали для нее визитной карточкой. Но сниматься хотелось больше. Сама актриса уверена, ее всегда приглашали в кино неохотно, несмотря на профессиональное образование. Режиссеры часто отказывали в ролях, объясняя это довольно странным аргументом, слишком яркой внешностью. На пробы Карену Шахназарову в фильм «День полнолуния» Ольга тоже пришла с уверенностью, что история повторится, и она получит очередной отказ. Я, значит, захожу, там, как бы, вот Карен говорит, я готов поговорить. Я захожу, он говорит, ну, там, здрасте, как вас зовут? Я говорю, Оль Сидорова меня зовут. Очень приятно. Он говорит, вы такая яркая, что-то такое, как-то он сказал. Я говорю, да, да я только что из Милана. Простота такая. Я только что из Милана, а что вы там делаете? Да, я там в рекламах снимаюсь. А что вы вообще делаете? Вы в кино снимаетесь? Я говорю, да вы знаете, вот наши режиссеры вообще ничего не понимают. Они совершенно не понимают толк в красивых женщинах. Они снимают черти кого. Вот почему в рекламах снимают? Почему приглашают? Почему приглашают там за границей работать? Почему? А здесь вот где, где у них глаза? У них в каком месте глаза находятся? Я ему всю эту тираду вот так вот выдала. А он слушал. Он слушал, слушал, слушал. Достаточно терпеливо, так долго. Он говорит, ну, хорошо, я, ну, я-то вас сниму. На роль Ольгу действительно утвердили. Режиссер актрису не обманул. Потом был громкий проект «Примадонна», который принес Ольге настоящую популярность и народную любовь. В фильме ее героиня мечтает стать моделью и сниматься в кино. Эти мечты сбылись, но только у самой Ольги. Режиссеры и сценаристы придумали для «Миледи» много других непростых испытаний. Каких именно? Ответ в очередных сериях сериала «Примадонна». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова